Впервые кадры с необычным песиком Илюшкой я увидела случайно вконтакте и не поверила своим глазам. Маленький грязненький гномик шел по улице совсем как человек, на задних лапах. В посте говорилось о том, что песику срочно нужен ответственный куратор, который займется его здоровьем, потому что в Абхазии найти объяснение этому феномену не могут, а ему, возможно, требуется серьезная помощь. Решение спасти малыша из Абхазии и попытаться сделать его счастливым пришло спонтанно. Я понимала, что проблемы с передними лапками у песика есть, и, возможно, именно в Москве с ними получится как-то разобраться. Когда Илюшка только приехал в столицу, мы представить не могли, какое страшное нас ожидает открытие. Оказывается, передние лапки малышу просто перебили и переломали. Песик испытывал страшную боль и не мог опираться на передние лапы, поэтому, чтобы выжить, он был вынужден научиться ходить как человек. Потом уже все срослось, боль ушла, привычка осталась. В стационаре Илюшу подлечили, вывели паразитов, отмыли, откормили и стали потихоньку реабилитировать. В это время мы искали ему семью. Видео о необычном песике на ютубе посмотрели более трех миллионов человек. Звонков и вопросов по Илюшке была тьма, и они сыпались круглые сутки. Я едва успевала бегать от одного телефона к другому. Неожиданно для себя и для нас прямоходящий песик Илюшка стал настоящей звездой интернета, поэтому желающих забрать его было много. Нам было крайне тяжело выбрать семью для песика, потому что звонило много хороших людей, а еще много тех, кому он нужен был в доме в качестве шута. Еще часть хотела срочно сделать ему какую-нибудь операцию, а некоторые вообще рассматривали его как звоночек в будку. Были и такие, кто доказывал, что наш Илюшка фейка и что его вообще не существует. Да, он не существует, ребят, он живет. Теперь уже полный жизнью и старательно учится ходить, как все собачки. А недавно в жизни нашего необычного спасеныша произошло знаменательное событие. У него появились любящие мама и папа. Анна с мужем, увидев Илюшку в интернете, не задавались вопросом, брать его или нет. Этот малыш был словно посланным судьбой, ведь не так давно в семье не стала любимой собачки, на которую Илюша был похож как две капли воды. Нас подкупило то, что мотивом к усыновлению стало не прямохождение песика, а желание подарить ему домашнее счастье, родительскую заботу и спасти друг друга от одиночества. Мы не сразу отдали Илюшу, чтобы попытаться получше понять людей, ведь пристройство само по себе дело ответственное, а тут тем более такой беззащитный кроха. Я не люблю слово инвалид, но все же он особенный и хозяин должен это понимать. В итоге Илюша провели кастрацию, и он наконец-то оказался дома. Мы часто созваниваемся с его семьей и с каждым разом все больше убеждаемся, что сделали правильный выбор. Наш Илюша приехал к маме Ане и папе Андрею. Ну папа нету дома работает, скоро приедет домой. Анна, скажите, пожалуйста, где вы увидели Илюшу нашу? Вы к нему приезжали, уже навещали его, и почему вы решили дом подарить ему? Так, мы увидели Илюшку в зоомаме на страницах, и сразу вспомнили свою собачку, которая у нас была, очень много прожила, умерла от старости. И настолько похоже, что мы не сомневались ни минуты. Сразу решили. Потом ездили на встречу с Илюшкой, и вот теперь Илюшка вновь дал. Думаю, что мы справимся. Да, Илюха? Да, нам главное, чтобы на лавочках он постарался. Он будет стараться. Ходить научился, правильно ходить, да, Илюшка? Красиво он будет ходить. Да, и ты умничка, Илюша, он так на вас смотрит, говорю, ну ничего, все нормально. Все будет хорошо. Ты умничка, ты будешь стараться. Спасибо вам огромное за то, что вы подарили дом Илюше. Мы надеемся, что все у него сложится. Какое пузо почесать? Тебе вот так нравится, Илюша? Ой, пузо, чешу. Ой, ой, он сейчас просто ляжет. Чешите меня, чешите. Ну какой хорький. Просто всего меня чешите, я кайфую. Супруги безумно любят это маленькое чудо, да и он весь светится от счастья. Мы тоже безумно рады за Илюшеньку и очень благодарны всем нашим зрителям за помощь этому прекрасному малышу. Ведь благодаря вашему участию все это время Илюша имел возможность жить в стационаре, красиво и тепло одеваться, питаться как в ресторане и лечиться у лучшего доктора. Спасибо вам огромное. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем скорее, пойдем. Молодец, молодец. Идем, 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 идем. Вот так Илюшка красавец. Илюшка. Такой заякатый, такой горелый. Такой красавец. Такой заякатый, такой горелый. 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 Субтитры создавал DimaTorzok